Новые автобусы на газе отечественного производства появились в Талдыкургане. Планомерное обновление и перевод на экологически чистое топливо общественного транспорта ведется в соответствии с поручением Акима Алматинской области Аманды Кабаталова. Главная ее цель – улучшение экологии города и повышение качества пассажирских перевозок. В Талдыкургане пассажирскими перевозками занимаются 7 предприятий. Всего в областном центре на 26 маршрутах курсирует порядка 170 автобусов. Уже в ближайшее время их ряды пополнить совершенно новый общественный транспорт на экологически чистом топливе. Новые автобусы обладают рядом преимуществ перед своими собратьями. Во-первых, они адаптированы под лиц с особыми потребностями. В них предусмотрен пандус. Кроме того, их оснащение видеокамерами и кондиционерами позволит пассажирам чувствовать себя в безопасности и комфорте. А вместимость до 80 человек даст возможность увеличить пассажиропоток. Было выделено на текущий год 2 миллиарда 300 миллионов тенге на приобретение 55 автобусов. На сегодняшний день пришло 32 автобуса. Из них 28 марки «Ютонг», 4 автобуса «ПАС». На сегодняшний день завершается АГНКС, автозаправочная станция на Амитане. Я думаю, после того, как полностью завершится данная автозаправочная станция, данные автобусы уже будут ходить по городу. Отметим, что строительство первой в областном центре автомобильной газонаполнительной компрессорной станции уже подходит к концу. Реализация данного проекта осуществляется с помощью частных инвестиций. Сейчас на объекте проводятся заключительные коммуникационные работы. Планируется, что функционировать в полную силу новое АГНКС начнет уже в конце текущего месяца. Около 1 миллиарда тенге инвестиций было привлечено на реализацию данного проекта. В целом, использование такого вида газа, как метан, является самым безопасным. Здесь расположены 8 колонок. Данная станция может обслужить не менее 200 единиц в сутки. Напомним, что из приобретенных 55 автобусов, 32 уже распределены по компаниям-перевозчикам. Оставшиеся 23 единицы нового общественного транспорта прибудут уже к концу октября. Жан Дос Назарбаев, Расул Аншин Кенчжи, телеканал ЖТСУ.